Перед матчем, но после такого неприличного счета, наверняка им снились кошмары. Два совершенно непохожих локомотива в Нюнхене, быстрый, мобильный, маневренный, нацеленный на атаку и совершенно иной на своем родном поле при поддержке рекордного числа зрителей. Но поначалу соперники отвечали, как говорится, удар на ударом. Обращаю ваше внимание на одну очень существенную деталь. Если москвичи отдавали пас по направлению своего игрока, то мюнхенцы даже в условиях перенаселения в одной площадке локомотива точно выдавали пас на удар. Вы видели, как Юрген Клинсман открыл счет в этом матче. И вот иллюстрация других мячей, которые побывали в сетке ворот локомотива. Итак, Юрген Клинсман, самый опасный в составе мюнхенской Баварии, на поле оказался самым метким. Еще одна атака и точный пас. Юрген Клинсман на месте. Счет становится 2-0. Локомотив буквально потрясен. Конечно, недоволен и главный тренер локомотива Юрий Павлович Семин. Действительно, имея преимущество на чужом поле, растерять его в течение буквально 30 минут на своем. Еще один потрясающий по красоте и силе удар Херцога. И счет становится 3-0. Все. Судьба матча практически после такого счета была уже решена. И локомотив, хотя и пытался оказывать сопротивление гостям, но ничего не мог поделать с их быстрыми, нацеленными и точными атаками. Вот еще одна иллюстрация сказанному. Щоль делает счет 4-0. И разгром, разгром уже приближался. И пятый мяч в сетке локомотива. Мотив выбыл из борьбы. С стадиона Олд Траффорд в Манчестере футболисты Волгоградского ротора выглядели напряженными и внутренне собранными. Гранда же английского футбола раскованными и крайне уверенными в себе. Вряд ли они предполагали, что их ждет в ближайшие полчаса. Вряд ли этого ожидали тысячи наших болельщиков и специалистов футбола. Даже российское телевидение решило не тратить средства на трансляцию обреченной для нас игры. Однако воспитанники Виктора Прокопенко с первых же минут встречи показали, что они приехали за тысячи километров не для того, чтобы выступать в роли мальчиков для битья. Оглушительный рев 30 тысяч английских зрителей, авторитет одного из лучших европейских клубов, лидирующего в нынешнем чемпионате Англии, не смутил волгоградцев, которые сразу же заперли все подходы к своим воротам, то и дело бросая вперед настырных и быстрых Есипова, Нидергауза и Юнного Зернова. На 16-й минуте Зернов и Нидергауз разыграли великолепную стенку на левом фланге. Зернов выманил на себя Шмейхеля, вернул мяч в своей восьмерке, Нидергауз оставалось только закатить его в пустые ворота. Пока англичане приходили в себя и старались безуспешно ответить тем же, в дело включился Олег Веретенников, о котором, вероятно, забыли, что он является лучшим бомбардиром российского чемпионата. Подхватив мяч недалеко от средней линии поля, Олег беспрепятственно дошел с ним чуть ли не до самой штрафной и нанес свой фирменный удар в нижний угол ворот. Вратарь сборной Дании Шмейхель оказался бессильным в этом эпизоде. Английское телевидение несколько раз повторяло гол, забитый Веретенниковым, и действительно было на что посмотреть. Первый по-настоящему опасный момент у ворот ротора возник лишь минут за 15 до перерыва, когда Коул бил в упор по пустым воротам, но Беркетов в отчаянном прыжке спас свою команду. И все же на 59-й минуте, когда Саморуков не сумел удержать в руках мяч после сильнейшего удара Коула, оказавшийся тут как тут с Коулс, вышедший на замену, добил его в сетку. 2-1. В дальнейшем англичане скатились на тактику откровенного силового давления и навала. Шмейхель покинул свои ворота и пришел в штрафную ротора помогать полевым игрокам. И именно ему, вратарю Манчестер Юнайтед, которому помог еще и Коул, удалось в конце концов сравнять счет, что, согласитесь, в футболе случай весьма неординарный. Но произошло это уже в самом конце игры, и не смогло спасти Манчестер Юнайтед, который оказался выбитым таким образом из Кубка Уэфа по сумме двух игр. А ротор пошел дальше. Лидер нашего чемпионата сыграл с Ливерпулем на равных, но для выхода в следующий круг Кубка Уэфа этого оказалось недостаточно. Тренер хозяев Рой Эванс удивил и стартовым составом, и выборной тактикой. Знаменитый Ян Раш появился на поле лишь за 13 минут до конца матча, а Стэн Коллимор даже не был заявлен на игру. Зато в составе Ливерпуля оказалось сразу пять защитников. Тем не менее, у ворот Хапова нередко возникали острые моменты. Один из них вы сейчас видели. Спартаковцы же владели мячом чаще, но извлечь выгоды из территориального превосходства не сумели. После матча Валерий Газаев отметил, что в последних играх у его подопечных притупилось чувство гола. А без голов нет побед. И все же отрицательный результат это тоже результат. У Спартака много хороших мастеров, но должного опыта встреч с сильнейшими европейскими клубами им не хватает. И в этом плане поединки с Ливерпулем оказались весьма полезными. Полезными в плане подготовки к кубковым битвам в следующем сезоне. Динамовцы быстрее хозяев приспособились к мокрой погоде и к не слишком хорошему качеству поля. И хотя белоголубые вышли на матч без Сметанина, Ехимовича, Сабитова, их отсутствие практически не ощущалось. Арарат не создал перед динамовской обороной больших проблем. И почему-то утверждает, что один в поле не воин. На футбольном это далеко не истина. И голкипер московского «Динамо» блестяще это доказал. Дрозд первым пытался пробить Андрея, вратарь на месте. Вышедшим в замену Кобелев, ладнокровно делает первую пробоину в воротах Чеха. Черный выходит на футбольную линию огня, но могучий и прямолинейный удар вновь отражает Андрея. Голкипер Чехов Вахала возвращает зрителям и своей команде надежду на спасение. Гол не забивает динамовец Терехин. Но у Чеха Чубары уже до удара дрожат коленки. И Сметанин добывает, сейчас вы увидите, победу Динамо. Это кульминация. Три подряд взятых в пенальти. Возможно достижение в книгу рекордов Гиннеса. Правда, нужно проверить. А далее Саматов делает счет по пенальти 2-0. Вот Саматов разбегается. И лишь с четвертой попытки Чех Голуб забил, можно сказать, гол отчаяния Сметанину. Подводится итог футбольной лотереи Ковтун. 3-1. Динамо в четверть финале. А до этой высшей точки кипения были 120 минут основного и дополнительного времени, где динамовцы были на грани катастрофы. Они приехали в Чехию с надеждой сохранить то минимальное преимущество 1-0, добытое в Москве, и пройти дальше. Но футболисты Градис Кралове были иного мнения и сразу же приступили к делу. Их вон атак почти беспрерывно катились на наши ворота. И к 15-й минуте чехи ликвидировали дефицит пропущенного гола в Москве. Каплан взлетает выше всех и головой забивает мяч. К концу тайма динамовцы все же пришли в себя. И в одной из атак Черышев вытащил на себя нескольких защитников и дал пас Терехину. Того грубо свалили в штрафной. И арбитр из Норвегии Ольсен без колебаний вынес приговор. На Юрия Кузнецова, постоянно выручавшего Динамо, в последних матчах груз ответственности за гол, который бы снял все вопросы, лег непосильной ношей. И вратарь Чехов выиграл дуэль. Что ж, как говорится, о счастье было так близко. Юрий Кузнецов, который не сумел реализовать пенальти, несколько раз пытался добиться успеха, но удары у него не получались. И все-таки, как говорится, хорошо все то, что хорошо кончается. Футбольное чудо, которое сотворил в Чехии Андрей Сметанин, вы уже видели. Динамо в четвертьфинале. То, что Парма выиграл у любительского клуба из Швеции 4-0, не должно удивлять. Здесь все закономерно. Неожиданным было поражение одного из сильнейших клубов Европы в первом матче в гостях 0-3. Так ли иначе интрига получилась, и Парма заработала немало комплиментов за болю к победе. В этом матче отлично играл болгарин Стоечко. На первой минуте Инзатти с его подачи забил матч. А на тридцать девятый Динабаджо после передачи Стоечко. А потом сам болгарин великолепно выполнил штрафной удар. И на пятьдесят третьей минуте счет стал 3-0. А четвертый мяч забил капитан Халмстеда Тони Андерсон в свои ворота после удара Бенарива. 4-0. Нужная для Пармы победа. Отразив шквал атак Селтика, французы стали доминировать в середине поля, оттуда организовать контратаки. Хороший в этом матче был Локо, лучший снайпер прошлогоднего французского первенства. Тогда он играл в Нанте. На 36-й минуте после удара Фурнье он добил мяч ворота маршала. 42-я минута. Вновь Локо забивает мяч. На этот раз подача Герена. Великолепно он сыграл. Красиво, легко переправил мяч в сетку ворот. А во втором тайме Локо получил травму. Вместо него на поле вышел Нума. И тоже сыграл хорошо. А этот Жаркаев делает великолепный пас. Нума. 3-0. Красивая победа Парисенжермен. В первом матче Сарагоса выиграла 2-1. У себя на поле бельгийцы имели колоссальное преимущество. Атаковали много. Ударов было не меньше 20 за два тайма. Но мяч ворота не шел. Посмотрите. Один удар за другим. Мяч попадает в штангу. Во вратаря. Рядом со штангой. Просто бельгийскому клубу в этот день не везло. Ну и как нередко в таких случаях бывает. Когда одна команда не использует многочисленные моменты. Успеха добивается соперник. На последней минуте матча. 19-летний Дани. Он в прошлом году играл еще за Реал. И забил, кстати, два мяча ворота московского Динамо. Вот этот самый Дани. И забил на последней минуте мяч. И принес победу Сарагосе. После победы со счетом 4-1 немцы играли спокойно в повторном матче. Надежно действовал оборону, уверенно отражавший эмоциональные наскоки греков. Но иногда у греков были хорошие возможности, особенно после дальних ударов, для взятия ворот. Но, как и в предыдущей встрече, успеха добилась команда, которая хорошо проводила контратаки. Штефан Эфенберг на 70-й минуте прошел полполя и ударил точно. 1-0 победа Боруссии. Еще за несколько минут до конца второго тайма в этом матче мало кто соревновался в успехе португальского клуба. Победив в Лиссабоне 2-0, спортник достаточно уверенно действовал и в Вене. За 89 минут австрийцы отыграли лишь один мяч на 24-й минуте. И шансов добиться большего у них не было. Ничего только не случается в футболе. Арбитр добавил 3 минуты и буквально из ничего болгарин Трифон Иванов сделал второй мяч. Вот видите, головой он переправил его в сетку с близкого расстояния. Ну а потом было назначено добавочное время. Ну а в добавочное время спортник развалился. Стал грубо ошибаться вратарь Паулу Каштинья. И вот Штумб на 105-й минуте делает счет 3-0, а на 109-й Янкер 4-0. Выигрывает Рапид в этом необычном матче. Имея в рядах самого меткого бомбардира российского чемпионата, волгоградцы могли и должны были отыграться. И Олег Веретенников, который находился под постоянным прессингом сразу нескольких защитников Бордо, чаще всех грозил французским воротам. Но, увы, до решающего удара дело так и не дошло. Вообще, в истории встреч клубов России и Франции в европейских турнирах явный перевес на стороне наших соперников. И вот очередной жертвой французов стал волгоградский рокор. Причем во второй раз за короткую историю выступлений футболистов с берегов Волги в Еврокубках они вновь попадают под французов. Вернувшись с поражением из Франции, волгоградцы проиграли и дома. Причем отказать в бойцовских качествах хозяевам никак нельзя. Они очень старались, отчаянно сражались, но созидательного футбола было маловато. А опасности у ворот Бордо можно пересчитать на пальцах одной руки. И вот иллюстрация тех моментов, которые нам удалось смонтировать из 90 минут матча. Решающий удар француз Антони Банкарель нанес на 84-й минуте. Ротор простился с европейскими турнирами до лучших времен. А наш корреспондент Евгений Орлов побывал на пресс-конференции. Совсем недавно римский Лацо в отличном стиле разгромил Грозный Ювентус в матче чемпионата Италии 4-0. И вот теперь неожиданно проиграл Леону, занимающему 14-е место в первенстве Франции. Каких только чудес не бывает в футболе. Французы удивили хозяев поля с первых минут, поведя атаки на ворота Лацо. И на 21-й минуте повели в счете. Морис получил отличный пас от диспетчера Леона Жули. Убежал от защитников и мимо вратаря пустил мяч в ворота. Через 2 минуты 40 тысяч римлян еще раз были огорчены. Ворота гостей за снос Козираги назначается пенальти. К мячу подходит капитан Лацо Синьори. Подходит, без разбега бьет и мимо ворот. Но потом прекрасно играл вратарь французов Альмита. Он отражал удары Синьори, Козираги, Румбитти. А в самом конце игры вновь отличную передачу делает Жули. Он выкладывает мяч прямо на ногу Ассадриану. 2-0 победа Леона. Из всех английских команд только Ноттингем Форест продолжает борьбу за один из европейских призов. Хотя после продажи в Блэкберн одного из лучших футболистов клуба, игрока сборной Норвегии Ларса Бохинена, атакующая мощь Ноттингема несколько снизилась, англичане смогли обыграть одного из лидеров французского чемпионата, клуб Ассер. У себя дома Ассер проиграл 0-1, мяч забил Стоун. А в ответном матче атаковал беспрерывно, но безрезультатно. 0-0 и англичане продолжают борьбу в Кубке Уэфа. Эта игра стала для Баварии 200-й встречей в Еврокубках. И отметить этот юбилей баварцы собирались достойно. Но сначала Попен не реализовал пенальти, потом Херцог отправил мяч в свои ворота, и после первого тайма хозяева погибали поле под оглушительный свист трибун. Но во втором тайме Клинсман и Бабель забили по мячу, и мюнхенцы вслед за Вердером вышли в третий круг Кубку Уэфа. В Пире футболистам пришлось играть добавочные 30 минут. В основное время Грек Сапанис, игрок садвизборной команды, забил один мяч и по сумме двух игр счет сравнялся. Ну а потом мячи забивали хорошо известные в Европе футболисты. Поляк Юсковяк сделал счет 2-0. С пенальти он это сделал. Маноль в пользу Олимпиакоса. Ну а на 110-й минуте отличился хорват Шукер, выступающий за Севилью. Великолепно он выполнил штрафной удар. 2-1 победа Олимпиакоса, но выходит в следующий круг Севилья. В двух турах Кубка Уэфа Барселона держала 4 победы с общим счетом 19-0. В последнем туре был повержен португальский геморрайш на чужом поле 4-0. В 18-й минуте Кордо 1-0. Ну а потом мячи забивались уже после перерыва. Нарядка с уверенно Барселона сейчас играет. Много молодежи и смотрите как легко забивают мячи. Барселонцы. Оскар 2-0. 66-я минута. Отличается Саладос. Насетит в девятку. Еще Бууи Фа. Матч 1-8 финала. Первая встреча. На Олимпийском стадионе в Мюнхене состоялся бенефис Юргена Клинсмана. Он сейчас в прекрасной форме и почти в каждом матче забивает мячи. На этот раз он это сделал 4 раза. Причем мячи Клинсман забил ворота лучшего воротаря последнего чемпионата мира бельгийца Мишеля Прюдома. Играющий сейчас за бенефику. Первый мяч забивает Клинсман с подачи Шоля. Потом счет стал 1-1 после удара Димаша. 32-я минута Клинсман вновь с подачи Шоля. 2-0. И третий мяч забивает Клинсман после передачи Бабеля и Шоля. Четвертый гол Клинсман забил в начале второго тайма. Великолепная скорострельность Клинсмана. С 27 по 46 минут он забил 4 гола. 4 гола за 19 минут и 4-1 победа Баварии. Ноттингем Форрест Леон. Футболисты Ноттингема в красных футболках. По сравнению Блэкберном в чемпионате Англии клуб Ноттингем Форрест не пал духом и обыграл французский Леон. Победа с минимальным счетом, конечно, еще ничего не гарантирует, но позволяет спокойно жить две недели. Игра проходила с преимуществом Ноттингема, но французы тоже атаковали. И мы сейчас в этом коротком фрагменте видим, как хорошо играют вратари. Удар из дальних дистанций опасно, но вратарь ошибок не совершают. Единственный мяч был забит за 7 минут до конца встречи. Ноттингем провел несколько замен. Удар по пустым воротам Барта Уильямса. Вратарь вышел вперед, а защитник заменил его и сыграл рукой. Удаление и пенальти. Удар пирса отражает вратарь Ольмета, но Макгрегор добивает мяч в сетку. 1-0 победа Ноттингема. В этом матче силы были неравны. Милан, превосходящий соперник, и по всем статьям имел подавляющее преимущество. Но били голов не получилось. Спарта оборонялась все 90 минут. А взламывать насыщенную оборону непросто, даже звездам. И тем не менее 2-0. Образ отличился хорошо нам знакомый либери Джордж Вива. Первый гол забил он на 33-й минуте с подачи Франко Борези. Смотрите, центральный защитник как хорошо прошел через все поле и сделал передачу слева. 7-6 победа. Теперь уже Вио делает передачу партнеру. Но мяч в ворота не попадает. Чувствуется громадное преимущество, громадное преимущество Милана. И вот, наконец, блестящий удар, блестящий слет и 2-0. Великолепный гол либерица Вио и победа Милана 2-0. Компитан хозяев Хосе Мария Бакера. Ну а затем, вот за эту грубость, с поля был удален защитник Севильи Приету. Так что оставшееся время баллисты Севильи играли в десятером. Через 17 минут после мяча забитого Бакера отличился румынский футболист Георгий Папеску. Великолепный удар с дальней дистанции. Ну, конечно, в такую дождливую погоду такие удары были просто необходимы. Севилье удалось отыграть один мяч. Он на счету нападающего Габриэля Мойи. Однако, незадолго до финального свистка, один из братьев Гарсиа, Рохер, забил третий мяч. И посмотрите, какой великолепный удар. 3-1 Барселона выиграла. Бенфика Бавария. Вновь, как и в первом матче, состоялся бенефис Юргена Клинсмана. Он дважды поразил ворота Бенфики. На этот раз он забивал голкиперу Броссаро, тот заменил знаменитого Прюдома. Из семи мячей Баварии шесть в ворота португальцев забил Клинсман. А вначале все началось для Бенфики хорошо. Бразилец Валда на 13-й минуте, обыграв двух защитников, сделал счет 1-0. А потом Клинсман, пробежав, наверное, метров 70 ничем, обыграл и защитников, и воротаря, и счет стал 1-1. А потом Бавария забивал уже во втором тайме. Вот этот первый мяч Клинсману был очень важен, потому что еще стал ничейным, и практически уже у Бенфики не было никаких шансов. Напомню, что в первом матче она проиграла 1-4, и все четыре мяча забил Клинсман. Вот так атакует Бавария. И Клинсман, используя ошибку голкипера, делает счет 2-1. А третий мяч забил игрок сборной Австрии Андреас Херцек. Удар с лета, 3-1, поведа Баварии. Датчане, а не в желтой форме, на предыдущей стадии Кубка Уэфа одолели английский Ливерпуль. А в первом матче с Ромой у себя дома добились победы 2-1. Так что задача выхода в четвертьфинал для Ромы представлялась отнюдь непростой. Тем не менее, к 71-й минуте, после ударов Тотти и Бальбоа, итальянцы выигрывали 2-0. Однако вскоре Петер Мюллер делает счет по сумме двух матчей равным. Вот атака баллистов Брандбю, после которой счет стал 2-1. Но, видимо, рано датчане начали готовиться к дополнительному времени. За минуту до конца матча Амедео Карбони забил третий и решающий мяч. 3-1 и Рома в четвертьфинале. Англичане, они в красной форме, выбили из Кубка УЕФА уже второй французский клуб. Сначала это был Асер, а теперь Лион. Причем поединки англичан с французами развивались по схожему сценарию. В первых встречах и с Асером, и с Лионом Нотингем Форест побеждался счетом 1-0. А в ответных играх англичанам удавалось свести матч к нулевой ничьей. В отсутствие травмированного голландского нападающего Брайана Роя, Нотингем Форест почти не угрожал воротам Паскаля Альмиты. Зато голкипер-англичан Марк Кросли стал главным героем матча. Отражая опаснейшие удары Мариса, Бордона, Жюли. Лишь один французский клуб теперь продолжает борьбу в Кубке УЕФА. Это Бордо. И в этом матче была зафиксирована нулевая ничья, которая устроила гостей. После игры все настойчивее стали поговорить об отставке тренера Вердера, голландца Аада Демоса. Еще бы! Вице-чемпион Германии 95 в светлой форме. Сейчас в таблице идет 12-м, ни разу не выиграв в 10 последних матчах первенства Бундеслиги. Не смог немецкий клуб одержать победу и в ответной игре с Эйнтховеном, по иронии судьбы, бывшим клубом Демоса. Первую встречу Вердер проиграл 1-2. И после ничьей в ответном матче вылетел из Кубка УЕФА. Немецкая команда атаковала много и упустила несколько возможностей для взятия ворот. Возможно, хозяевам не хватало Владимира Бесчастных, вновь отправленного тренером на скамейку запасных. Итак, футболисты Эйнтховена продолжают борьбу в четвертьфинале Кубка УЕФА. С Ромой, Милан и Бордо, Бавария и Ноттингем Форест. Очень интересные пары. И футбол будет в этих играх, я думаю, великолепным. Кубки обладателей Кубков. Жеребие определил такие пары. Парма Пассаже, Депортива Сарагосса, Баруси Менхенгладбах, Фейнорд. Четвертая пара Динамо Москва, Рапид Вена. Хочу обратить ваше внимание, Рапид с громадным трудом пробился в 1-4 финала, победив Спортинг в упорнейшей борьбе. Впрочем, мы хотим вам показать повторный матч 1-8 финала Рапид Спортинг Лиссабон. Еще за несколько минут до конца второго тайма в этом матче мало кто сомневался в успехе португальского клуба. Победив в Лиссабоне 2-0, Спортинг достаточно уверенно действовал и в Вене. За 89 минут австрийцы отыграли лишь один мяч. На 24-й минуте и шансов добиться большего у них не было. Ничего только не случается в футболе. Арбитр добавил 3 минуты и буквально из ничего болгарин Трифон Иванов сделал второй мяч. Вот видите, головой он переправил его в сетку с близкого расстояния. Ну а потом было назначено добавочное время. Ну а в добавочное время Спортинг развалился. Стал грубо ошибаться вратарь Паула Каштиния. И вот Штум на 105-й минуте делает счет 3-0, а на 109-й Янкер 4-0. Выигрывает Рапид в этом необычном матче. Обратите внимание, вновь красивая комбинация. Вновь участвуют несколько футболистов. Ну а завершает эту атаку Мамедов. Хороший удар. И это последний гол нынешнего сезона наших футболистов. Как говорится, обменялись голами. А вот гол красавица на последней минуте дополнительного времени забил марокканец Наим, выступающий за Сарагосу. 2-1 победа Сарагосы. Великолепный гол. Один за другим выигрывает самые почетные мировые призы голландский АЯКС. У нынешней команды уже есть в коллекции кубок европейских чемпионов, межконтинентальный кубок. Теперь команда вступила в борьбу за суперкубок Европы. Первую встречу с обладателем кубка-кубков АЯКС провел на поле Сарагоссы. Голландской команде не удалось выставить сильнейший состав. Травмированный Овермарс Дэвидс Кану. Все остальные тоже пока не в форме. Но спады бывают у самых выдающихся клубов. Вот так был забит первый мяч. Защитник Сарагосы Агуада после углового головой переправил мяч в сетку. А во втором тайме Патрик Клювер великолепно сыграл в штрафной площадке. Смотрите, как он мягко приземлил мяч и точно ударил низом. Ничья 1-1, хотя в конце игры у Сарагосы были возможности для взятия ворот. Европейский чемпион выполнил программу минимум. Ничья на чужом поле оставляет АЯКСу хорошие шансы на выигрыш еще одного приза. Перенесенный из-за плохой погоды матч в Амстердаме состоялся через неделю. В очередной раз голландский АЯКС порадовал мощной результативной игрой. Хотя в начале встречи казалось, что голландцам, у которых из-за травм отсутствовали Овермарс Литманин, Рональд Дебур, очень трудно будет преодолеть оборону Сарагосы. Ведь действием защитников руководил прекрасно игравший в футболе сборной Аргентины Касарес. Оборона Сарагосы дрогнула в конце первого тайма. То, что не удавалось АЯКСу сделать с игры, получилось после четкого использования стандартных положений. Итак, штрафной выполняет Джордж Финиди. Борьба за мяч. Касарес руками отталкивает Клюверта и арбитр назначает пенальти. Судья Лесли Мортром из Шотландии. Отлично он провел встречу. Не хуже, чем АЯКС играл на поле. Итак, пенальти. Еще раз смотрим. Вот здесь нарушение правил было. Протар Сидрон отлично играет и отбивает мяч. После удара Дебур. Угловой удар. Почти все полевые игроки идут в штрафную площадку у Сарагосы. Вот смотрите, что творится у ворот. Что творится в площади ворот. Высокая передача. Жесткая борьба. И Богард один раз бьет. Воротарь отбивает мяч. Он прекрасно играл в этом матче. И повторный удар он уже отразить не мог. Так был забит первый мяч. Еще раз давайте посмотрим этот эпизод. Какая страсть. Какое горячее желание у футболистов АЯКСа добиться успеха. Во втором тайме оборона Сарагосы была смятена. Передачу делает Богард. Кану. Фениди бьет. Воротарь в очередной раз делает все, чтобы преградить путь к мячу. Но и у него возможности невелики. 2-0. 53-я минута. А теперь 65-я минута. Великолепная комбинация. Клюверт-Райцегер. Воротарь выходит из ворот. Пытается преградить путь к мячу. Но нарушает правила пенальти. Лесли Мортром из Шотландии назначает второй пенальти. Ну а воротарь за фол последней надежды удаляется с поля. Это уже другой воротар. Беллман. Он пропускает мяч после удара с 11-метровой отметки. Мяч забивает капитан команды Дани Блинт. Но это был не последний мяч. Не последний пенальти. И не последнее удаление. Защитник Сан-Хуан на 69-й минуте сбивает с ног Кану в травмной площадке. И вновь 11-метровый удар. И вновь удаление. Защитник удаляется. И Сарагоса остается в девятером. А Дани Блинт вновь точно бьет. 4-0. В конце игры тренер Аякс Луис Ван Галл выпускает молодых футболистов. Среди них наш Андрей Гемченко. И вот он мог забить еще один гол. Но промахнулся. И так Аякс выиграл очередной кубок. Кубок Европы. Супер кубок. Поздравляем эту команду с победой. А теперь мы предлагаем ваше внимание фрагменты ответного матча 1-2 финала Кубка Испании. Вновь играли барселонские клубы Испанил и Барселона. 1-0 забивает на 38-й минуте Хави. Но футболисты более именитого клуба отыгрываются. 41-я минута Кодру делает счет 1-1 босниец. Фрагменты второго тайма сбивают Русаиса в штрафной площадке. И Испанил получит право на пенальти. Тут еще и желтые карточки за привлекание судьей. Да, у Русаиса сбили это точно. И сам же он точно выполняет пенальти. А в конце игры за 10 минут до конца второго тайма Амор. После комбинации, в которой участвовали Кодру и Фигу, делает счет ничейным. 2-2. А победный гол, как и в первом полуфинале, забивает Румын по песку. Тогда счет был 1-0. А сейчас 3-2. Барселона выходит в финал, где будет играть с командой Атлетико. В полуфинал Кубка Германии. Карл Сруя и Фортуна. Клуб Карл Сруя, где выступает наш Киряков, сейчас играют все лучше и лучше. В предыдущем обозрении мы показывали, как эта команда одержала победу в чемпионате Германии. А теперь очередной успех в полуфинальной встрече. Сергей Киряков на 16-й минуте, получив пас от Бендера, убежал и сделал счет 1-0. А этот удар Хёслер отражает вратарьков. Ну, во втором тайме игрок сборной команды Германии, Томас Хёслер, все же добился успеха. 2-0. Ну, а в конце игры любопытная ситуация. Арбитр назначает пенальти за игру рукой у ворота Карл Сруя. Но защитник Глова ж бьет мяч под перекладину. Он добивает его в сетку, но по правилам бьющий футболист не имеет права добивать мяч в сетку после того, как он попал в штангу или в перекладину. По сравнению с недавним матчем с Аяксом, была одна замена. На поле появился герой финальной встречи с Арсеналом, мараканец Наим. Но дальних ударов он не совершал. И в этой игре, как и несколько дней назад, в Амстердаме Сарагосу большую часть времени провела в обороне. Соперники действовали активно. Заметим был наш Радченко. Но единственный победный мяч забил не он, а вышедший на замену Дэвид Фернандес. Через 9 минут после того, как он появился на поле, он ворвался в штрафную площадку. Вышел 1 на 1 с воротарем и ударил точно низом. 1-0. Парни лучшие в мире. Матчи прошедшей недели поставили под сомнение это утверждение. Из четырех лучших итальянских команд, лишь Ювендос продолжает борьбу за один из кубков. Самое удивительное. Неожиданное поражение потерпел супер-клуб Милана, проигравший идущим на 14-м месте чемпионата Франции клубу Бордо 0-3. Теперь выяснилось, что обилие звезд в Милане не обеспечивает сейчас звездной командой. Милан выглядел бледно и достойного сопротивления оказал. Вот французы действовали дружно, быстро, в наступательном стиле. Их не смутил авторитет Милана. Первый мяч на 15-м месте забил Лиза Розю, а второй гол на счету Дюгари. Лишь пропустив два мяча, Милан активизировался. На ударную позицию выходит лучший футболист года в мире, в Европе, в Африке Джордж Вио, но вратаря Юара переграть не удалось. А на 70-й минуте Зидан проводит третий мяч и Бордо выходит в полуфинал. Вторую итальянскую команду в Кубке УИФА отправил на отдых еще один клуб, еще особенно не показавший до этого чешская славя. Выиграв в первом матче 2-0, славя не была фаворитом на Олимпийском стадионе в Риме. Рома была готова к реваншу и почти добила своего. Имея большое преимущество, итальянская команда воплотила в голы лишь во втором тайме. На 60-й минуте Мариера забил первый мяч. Но эти голы достались не без труда Роме. Лишь за 8 минут после штрафного выполненного Карбони Джанини сделал счет 2-0. Итак, 2-2 после того, как закончилось основное время. Фрагменты дополнительного времени. 99-я минута. Тотти делает великолепный пас и Мариера выводит Рому в пилет. 3-2, казалось, успех обеспечен. Но на 115-й минуте мяч забивает Вавра и огорчению зрителей нет предела. В полуфинале будут играть Бордо и Славия, победители итальянских клубов. Восьмерки четверть финалистов. Английский клуб, на мой взгляд, был слабейшим. И шансов победить Баварию, которая отлично выступает на чужих полях, у Нутингема практически не было. Лишь первые 30 минут хозяева поля выглядят достойно. В эти минуты опасно действовали Рой и Пирс. Но затем Бавария играла примерно так, как в Москве, против Локомотива. Уже в первом тайме было забито два мяча гостями. Цига и Штрунс отличились. Фрагменты второго тайма. Бавария беспрерывно атакует. Третий мяч забивает Клинсман. Блестящий удар. Это его 13-й мяч в этом турнире. Куба Кубков. Депортива Пассажир. Все три французские клуба, выступающие в европейских турнирах, первые встречи проводили в гостях. И вдруг одержали победы. Депортива большую часть времени атаковал. Но в этот день безошибочно выступал вратарь французов Лама. Он несколько раз спасал команду. Во втором тайме, когда активность испанцев возросла, хозяева поля, среди которых не было нашего Радченко, не использовали несколько хороших возможностей. Промахивались Фран, Бебета, Бегерестайн. У Пассажир самым активным впереди был панамец Дели Вальде. С конца матча он устал, его заменили. И вышел на поле, не игравший месяц из-за травмы Юрия Джаркая. Ну вот он-то и нанес решающий удар. Он вышел на 80-й минуте, а на 89-й точно выстрелил почти в девятку. 1-0 победа Пассажир. А в другом полуфинале Фейнорд и Рапид сыграли в ничью. А в другом полуфинале Фейнорд и Рапид сыграли в ничью.